Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить турецкую лепёшку. Для этого нам понадобится кефир 500 мл, мука 580-630 г, соль 1 ч.л., сода 1 ч.л. без горки, масло растительное 5-10 мл, молоко 15-20 мл. Выпекать мы это всё будем при 180 градусах 12-15 минут. Итак, начнём. Начнём с того, что будем добавлять 500 мл кефира. Сейчас мы откроем нашу банку, из которой вылим кефир в мерную ёмкость. Отмерили 500 мл и выливаем в ёмкость, в которой будем замешивать тесто. Далее добавляем 1 ч.л. соли, 1 ч.л. соды. Слегка перемешиваем то, что уже добавили в ёмкость. И приступаем к добавлению муки. Добавив муки в ёмкость, мы начинаем перемешивать, замешивая тесто. Тесто нам нужно средней плотности. Домесив тесто до такого состояния, мы его сейчас будем выкладывать на стол. Для начала посыпем рабочую поверхность мукой. Немного её распределим. И вытащим из ёмкости тесто. Где в дальнейшем продолжим вымешивать тесто. Вымесив тесто примерно до средней плотности, мы его смазываем слегка растительным маслом, чтобы оно не заветривалось. И оставляем на 30-40 минут. Тесто у нас постояло. Теперь мы его вынимаем из ёмкости, предварительно посыпав рабочую поверхность мукой. И раскатываем тесто примерно в форму колбаски. Раскатав тесто, делим его на 8 частей. Для того, чтобы поделить тесто на 8 частей, достаточно его поделить пополам. И каждую половину ещё поделить пополам. Теперь нам нужно добавить в пулюцию молоко. Молоко нам понадобится для того, чтобы смазывать лепёшки. И теперь вручную разминаем кусочек теста, чтобы он принял подобие лепёшки. И сверху его смазываем молоком. И вручную разминаем кусочек теста. Сделать всё необходимое, мы укладываем лепёшку на протеин. И повторяем данную процедуру с остальными лепёшками. Итак, заканчиваем с крайней лепёшкой. Разминаем её, смазываем молоком. И оставляем все лепёшки примерно на 10 минут. В это время можно уже поставить на разогрев духовку. Ставить её нужно на 180 градусов. Ждём 10 минут и ставим духовку на 180 градусов. Мы подождали 10 минут и теперь убираем лепёшки в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут. По истечении времени открываем духовку и достаём оттуда наш лепёш. Дадим им немного остыть и посмотрим, что у нас получилось. Вот такие лепёшки у нас получились. Они пропеклись, мы их попробовали. На вкус они напоминают белый хлеб высокого качества. Они подойдут как с первым блюдом, так и с вторым. Также их можно использовать и к десертам. Можно их мазать пастой. Также они хорошо подойдут к стакану молока. В целом получились вкусные турецкие лепёшки. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!